Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как легковушка на железной дороге снесла стол. Артём, вы будете прохать, а слизь состоялся в алкогольном опьянении. Движение поездов было парализовано. Поспешный манёвр. Пострадали два человека. Моя мать в машине, которая ехала, в больницу ехала. И этот, ***, который виновен. Крупная авария на выезде из Казани. И удар природы. Поднялся сильный ветер за окном. Услышал треск. В Казани дерево упало на новые автомобили. Это и не только прямо сейчас. На полном ходу снес бетонный столб. На улице Торфяная водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в конструкцию, на которой были закреплены силовые кабели. В результате было парализовано движение поездов. Пять грузовых и два приградных состава ждали, когда для проезда освободятся пути. В аварии пострадал водитель иномарки. По утверждениям очевидцев, мужчина был нетрезв и пытался уйти от погони. Подробности у Нафисы Минязовой. Экстренные службы прибыли почти сразу после происшествия. Чтобы скорее отключить электричество, провода, которые были закреплены на рухнувшем столбе, были под напряжением. Все произошло около железнодорожного переезда на улице Торфяная. По словам очевидца, водитель автомобиля Hyundai Solaris уходил от погони. Только от кого он прятался, неизвестно. Но буквально пережили, что с дорожным переездом он решил повернуть налево. Только это его решение оказалось неудачным, поскольку он теряет управление над автомобилем и врезается в столб. Очевидцы сообщили, что в автомобиле, кроме водителя, находились еще два человека, которые были в сильнейшем алкогольном опьянении. Медицинская помощь понадобилась только самому водителю. С переломом ноги он был госпитализирован в больницу. Все как один утверждали, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. А провергнуть это, пройдя проверку на алкотестере, мужчина не спешил. Артём, вы будете прохватить, а здесь не стоя алкогольное опьянение? Вы будете, да, или отказываетесь? Ладно, все, тогда поехали. В больницу освидетельствование проведут. Если подтвердиться, что он сел за руль нетрезвым, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. К тому же ему предстоит возместить ущерб, причиненный вследствие падения столба и простоя поездов. Пять грузовых и два пригородных состава ждали, когда освободятся пути. По предварительным оценкам железнодорожников, убытки превышают полмиллиона рублей. Точная сумма будет известна после экспертизы. Немало будет стоить и восстановление машины. К слову, мужчина признался, что купил автомобиль в начале апреля и не успел оформить на него полную страховку. Софиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Еще одного нетрезвого водителя сотрудники автоинспекции задержали на улице Кулгали. Потенциальную опасность для окружающих они обнаружили совершенно случайно. Ладу Ларгус они остановили для рядовой проверки документов. Тогда и возникли подозрения, что водитель пьян. На месте проходить проверку на алкотестере он отказался, поэтому мужчину пришлось отвезти на медосвидетельствование в больницу. Два человека пострадали в результате серьезной аварии в Высокогорском районе. Возле научного городка столкнулись Лада Калина и Фольксфаген. По рассказам очевидцев, водитель отечественного автомобиля начал несвоевременный поворот налево с обочины. Впоследствии ДТП увидел Айрот Назипов. Пострадали два человека. Моя мать в машине, которая ехала, в больницу ехала. И этот д**к, который виновен. Сразу после столкновения участники аварии поспешили вызвать медиков. Их помощь и последующая госпитализация потребовала сразу двум людям. Пассажирки иномарки и водители Лады. Мужчина, по словам очевидцев, отделался переломом ноги. Женщина чувствовала себя хуже. Единственный, кто не получил серьезный травм, ее сын, водитель Фольксфагена. Он сначала сознание потерял. Потом, когда сознание пришел, я ору на него. Он говорит, он заладил, я не знаю, я просто стоял. Я не знаю, я просто стоял. Вот такие бесконечные, вот так много-много раз. Как рассказал водитель немецкой иномарки, он двигался из Казани в сторону Высокой горы. Уже доехав до перекрестка, молодой человек столкнулся с отечественной легковушкой, которая внезапно оказалась на его пути. Учитывая, что скорость была в районе 80 км в час, избежать столкновения уже не было возможности. С обочины просто на обочине то ли стоял, то ли медленно двигался, и просто налево начал поворачивать. Я в крайне дело ехал. Он боком мне вылез. Боком с обочины, вот оттуда боком мне вылез. От удара иномарк отлетел на столб. Едва не оказалось в кювете. Достался и Ладе. Весь удар пришелся на переднюю левую часть. В итоге обе машины оказались не на ходу. Степень вины всех участников ДТП еще предстоит выяснить с учетом серьезности травм, полученных пострадавшими. Айрат Назиф, Адальмул Ахметов, Вызов 112. Крупная авария произошла на проспекте Победы. Водитель автомобиля Лады Гранта протаранил Opel Zafira в тот момент, когда водитель иномарки пропускал поток автомобилей, чтобы выехать на дорогу. С места происшествия Алина Мусина. Я даже стоял вот здесь, вот ждал, да, выезда туда, и все, машина мне залетела как-то, то есть неадекватно. Александр, водитель автомобиля Opel Zafira, рассказывает, выезжая из заправки, остановился, пропуская поток автомобилей. И в этот момент его машина на высокой скорости отаранит отечественный автомобиль. Говорит, хорошо, что удар пришелся в переднее левое колесо. Иначе мог пострадать не только автомобиль, но и он сам. А в какую сторону направляется? Напротив. На заправку. Пассажир отечественного автомобиля смог только сказать, что направлялись они на заправку. И предположил, что водитель не справился с управлением и поэтому протаранил иномарку. Обращаться к медикам люди не стали. Травмы, полученные в аварии, сочтения серьезными. Участники происшествия остались дожидаться сотрудников автоинспекции для оформления всех документов. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Рейсовый автобус вылетел в Кювет в Лаишевском районе. ДТП произошло на 43-м километре трассы Казань-Оренбург. По предварительным данным, водитель многотонника превысил скорость, не справился с управлением и выехал на обочину встречной полосы, после чего съехал в Кювет. Известно, что автобус направлялся из Казани в Тольятти. На момент инцидента в салоне находился 31 пассажир. Никто из них не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка. Огромное дерево рухнуло на два припаркованных рядом автомобиля на улице Новаторов. Ствол не выдержал порыва, ветра и упал. Одна из пострадавших машин была совершенно новой, куплена меньше двух месяцев назад. Кто будет возмещать ущерб и каков он будет, узнавала Алина Бережная. Росых Сумгатов живет в доме номер 12 по улице Новаторов уже много лет и говорит, что падение дерева предвидел уже давно. Рассказывает, куда только не обращался, чтобы его спилили, но эта проблема никого не интересовала. И теперь потенциальная угроза превратилась в серьезный материальный ущерб. Сидел дома ужином. Время было где-то 19.00, 19.10. Поднялся сильный ветер за окном. Услышал треск. Выглянул в окошко, у меня окна на втором этаже, они выходят на улицу. Посмотрел, смотрю на моей машине, вот она, лежит дерево. Всего ствол накрыл собой два автомобиля. Это Kia Rio, приобретенный буквально пару месяцев назад, и Chevrolet Niva. Владельцы утверждают, что повреждения автомобиля могли быть куда значительнее, если бы дерево сначала не задержалось на электрических линиях. Они затормозили ствол и смягчили силу удара. Вскоре на место прибыли электрики и отключили провода. Сейчас владельцы автомобиля не знают, кому предъявлять претензии, возместит ли кто-нибудь причиненный ущерб машинам. Как мне сказали местные с управляющей компанией, что это не их территория, а 15 метров это их территория. Ни у одного из поврежденных автомобилей нет полной страховки. Вероятнее всего, их владельцам придется добиваться возмещения ущерба через суд. Если, конечно, найдут организацию, которая должна обслуживать территорию, на которой росло рухнувшее дерево. Алина Бережная, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Стреляли друг в друга и даже в самих себя. В день открытия сезона охоты в Татарстане произошло 4 несчастных случая, один из которых имел летальный исход. Минувшую субботу трагедия разыгралась в Рыбно-Слободском районе, в лесопарке у села Гремячка. 34-летний житель села Бииктау из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил из двустольного охотничьего ружья в 37-летнего односельчанина. От полученного ранения мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В тот же день в поле у села Смысловка 43-летний житель Нижнекамска по той же причине и с тем же оружием выстрелил своего 40-летнего знакомого. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу с огнестрельным дробовым ранением правой ягодичной области. А в Бавлинском районе и Камско-Устинском районах охотники по неосторожности выстрелили в себя. 32-летний житель Бавлов выстрелил себе в лицо, а 44-летний житель Куйбышевского затона в левую ногу. Чтобы этого не случилось, полицейские рекомендуют соблюдать все меры безопасности и внимательно обращаться с огнестрельным оружием. Зеленодольские пожарные спасли от гибели андатру. Сообщение о животном в небольшом пруду рядом со школой в селе Айша поступило на единую диспетчерскую службу 112 в районе двух часов дня. Поначалу очевидцы говорили о бобре, который сидел на камнях посередине пруда. Он не мог выбраться и убежать прочь из-за собак, окруживших водоем. Прибыв на место спасателя, выяснили, что это не бобер, а андатра. Поймав молодого зверя, сотрудники МЧС перевезли его к реке. Сумка и выпустили в родную стихию. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.